Если возрастание населения не задерживается какими-либо препятствиями, то это население удваивается через каждые 25 лет и, следовательно, возрастает в каждый последующий 25-летний период в геометрической прогрессе. Из книги Томаса Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» эту и другие книги приобретайте в книжном магазине «День». Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы рассмотрим, в числе прочего, такую версию, что, возможно, в мире существуют некие влиятельные силы, которые, осуществляя глобальное управление или влияя на глобальные процессы, среди своих целей ставят цель сократить население Земли. И, связанный с этой темой, другой вопрос. Откуда они взяли вот эти свои идеи, откуда они взяли эту аргументацию и так далее? Если все это верно, то есть предположение, что взяли они это, ну, по крайней мере, в значительной степени вот из этой книги, которая недавно вышла в издательстве «Наше завтра». Автор Мальтус, человек очень известный, книга его написана, ну, первое издание, в самом конце XVIII века, а вот недавно это издано в издательстве «Наше завтра». Книга называется «Опыт о законе народа и населения». А обсуждаем мы все эти вопросы, я думаю, с человеком, которого вы все прекрасно знаете, по крайней мере, та аудитория, которая нас регулярно смотрит, знает Федора Лисицына очень хорошо. Первое же, что хотелось бы сказать, безотносительно, считаете ли вы то, что есть мировое правительство, есть ли эти глобальные силы или нет, но, по крайней мере, давайте мы предположим и разберем такую концепцию, что есть такие определенные интересы у некоторых влиятельных групп, которые связаны с идеей сократить население. Ну, я полностью согласен. Можно сказать, что мы не знаем, есть ли мировое правительство, существуют ли зловредные рептилоиды с планеты Нибиру, но нельзя отрицать, что существует некий коллективный консенсус, коллективное бессознательное у мировых элит. И это коллективное бессознательное, оно уже довольно длительное время считает, что действительно людей на планете слишком много. Паника началась, в общем-то, еще при Мальтусе. Недаром марксизм-ленизм, так сказать, всячески его склонял, как реакционного человека, ненавистнического папа Мальтуса. Вот, особенно в 50-е и 40-е годы XX века. Усугубилась она после демографического взрыва, связанного с антибиотиками после Второй мировой войны, когда пошли совершенно немыслимые прогнозы о том, как будет развиваться демография. Ну, кто хочет вспомнить фильм «Зеленый Сойленд», кто хочет вспомнить книгу, по которой этот фильм снят, подвиньтесь, подвиньтесь. Да. Вот. А дальше, несмотря на падение, понимание, что сейчас, в общем-то, рост населения замедлился и вышел на плато, если мы сейчас возьмем карту рождаемости по странам, мы увидим, что более-менее рост в части африканских стран за 2020 год. У нас есть такая карта, превышающая, так сказать, хотя бы на уровне 3 ребенка на женщину и выше. А все остальные страны либо вышли на плато, либо идет депопуляция. И это тенденция, которую, в общем-то, нескоро переломит любой ход событий, который мы сейчас имеем. Но возник новая идея, что количество населения надо уменьшить, потому что ресурсы кончаются, а мы это сейчас наблюдаем в истории с энергетическим кризисом, а людей все равно слишком много, для того, чтобы можно было счастливо жить на имеющихся ресурсах. Так что да, такое коллективное, бессознательное в мировой политике существует. И да, основателем этого идеи, вдохновителем, первоисточником, без цитирования которого не обходится ни одна работа по росту населения, росту экономики, по каким-то пределам роста небезызвестным, является Томас Роберт Мальтус. И никто иной как. То есть, если мы хотим узнать, что на уме, или, как вы говорите, в подсознании, потому что вы говорите, бессознательное. Ну мы, да, но бессознательное это существует, да. В неких влиятельных сил, то надо читать эту книгу. Да, безусловно. Благо, эта книга, она, ну, в общем-то, это на самом деле четыре книги в виде трёх томов, изданных под одной обложкой. И это первая работа Мальтуса, очерк о законе населения, народонаселения, самое раннее его, которое появилось на волне вообще событий французской революции, брожения в Европе. Надо понимать контекст. Книга написана в 1798 году, когда ничего не было определено, Европа представляла собой котёл воин, коалиции и так далее, революционная Франция угрожала Англии, а в самой Англии назаявали голодные мятежи и восстания. Не будем забывать, что книга написана через год после восстания даже на английском флоте по поводу заработной платы. То есть, книга, начальный очерк написан в момент, когда в тот момент казалось, что всё в мире катится в тартарары. Буквально. Дальше Мальтус прожил ещё достаточно долгую жизнь, и всю свою жизнь он дописывал эту свою главную работу. Тут у него есть другие труды. Он очень активный деятель английской политики был, очень заметный, скажем так, никогда не входя в элиту. Это была его принципиальность. Такой даже фанатик-бессеревренник, человек, который шёл вопреки требованиям общества. Например, он мог стать профессором, а то и более высокие звания достичь в Оксфорде, но захотел жениться на собственной двоюродной сестре. А тогда дело в том, что традиционно кафедры теологии и всё прочее, они были связаны с целибатом и запретом на брак, потому что это священство в англиканской церкви. Он предпочёл женить Бурии должность небольшого, так сказать, церковного служащего, даже не священника. Он сознательно отказывался от больших гонораров, никогда не входил ни в какие общества, жил очень скромную, очень добродетельную жизнь. И при этом человек, который выступал по поводу всех английских великих реформ, те самые великие реформы, создавшие современную Англию после наполеоновских войн, человек, который выступал по поводу изменения хлебных законов, это изменение вообще политики английской торговли. Впервые английская торговля начала регулироваться, а потом англичане и американцы, подхватившие свои эллигационные механизмы, начали навязывать другим странам. Ну, такой, знаете, агент влияния. Никому незаметный, всем известный, не богатый, не знатный и невероятно влиятельный человек. И вот всю жизнь он дописывал эту книгу. Появилась вторая часть, которая в русских переводах как раз и есть, опыты о законе народонаселения, это как раз первые главы книги. Потом появилась так называемая третья и четвёртая книги, это последние главы. Вот, поэтому не пугайтесь, когда вы увидите, что оглавление книга первая, книга третья и книга четвёртая. Так получилось у самого при переводе на русский язык в XIX веке Мальтуса. Ну, потому что эти книги имели исходно разные названия. Это очень небольшие работы, предельно сжатые, предельно конкретные. Там почти нет рассуждений, там есть постановка задачи, там есть предложения и выводы из ситуации. Я бы сказал, что вот недаром основатель философии позитивизма, Рюст Конт, высоко ставил методологию работы Мальтуса, говоря, что вот так и надо вести в социологии научные исследования. Тот же Карл Маркс, допустим, часто не соглашаясь с Мальтусом, при этом признавал глубину. Ну, Мальтус всю жизнь вёл полемику с Дэвидом Риккордо о некоторых экономических вопросах. Это не касается теории о народонаселении, это касается уже экономики. Вот. Маркс, как известно, был сторонником Риккордо в большей степени, поэтому для него Мальтус это ещё не только идеологический, но и научный оппонент. Поэтому Маркс постоянно признаёт убедительность методологии. И убедительность тут потрясающая. Можно не соглашаться с мнением Мальтуса, но можно видеть, как технически он доказывает свою правоту. в маленьком количестве слов. Так сказать. Вы знаете, тут ещё можно сказать следующее, что если, допустим, влиятельный человек и влиятельные группы, а мы всё-таки о них, исходит из ошибочной концепции, но в любом случае он верит в правильность вывода, то уже и не важно, верна ли эта концепция или нет. Абсолютно. В том смысле, что действует он так, как будто бы она верна. И вот чтобы понять мотивацию в этом контексте. Абсолютно верно. Более того, в случае с Мальтусом тут надо понимать следующее. Первое. Ему дважды удалось не просто навязать свою концепцию обществу. Ему дважды за свою карьеру удалось продавить свою концепцию на уровне государственных постановлений. Первое. Когда он ещё работал в колледже Ост-Индийской компании, где также исполнял обязанности священника. Что такое Ост-Индийская компания? Боже мой, это же колониальная. Это колониальная частная компания, которая в тот момент ещё государство в государстве, подчинённая акционерам. И, в общем-то, Мальтус определил идеологию этой компании на длительное время. Определил, в общем-то, отношение к туземцам, определил отношение к обучению людей для работы с туземцами. Это первый его. Но это было бы, не так сказать, как говорится, не так заметно, как второе его воздействие. Он полностью повлиял на английские законы о боготворительности. Фактически, более того, он изменил с его подачи, были изменены законы о боготворительности. Как они были изменены? Да, в общем, как бы мы сейчас сказали, в чудовищную сторону. Если до этого английская боготворительность это была помощь бедным, помощь бедным семьям, особенно многодетным бедным семьям, одеждой, деньгами, через приходы, церковные приходы, через какие-то боготворительные ассоциации или просто частных людей. Ну, там, леди такая-то пошла навещать своих бедных. Стандартная фраза из любого английского романа начала 19 века. Вот. И всячески поощрялось среди них трудолюбие, прилижание, добронравие в обмен на то, что бедные плодятся и размножаются, дают полезных членов общества, которые идут работать на заводы и фабрики лет с девяти в шахты. Вот. Идут вербоваться в английскую наемную армию, в английский королевский флот. Вот. Да, причем во флот-то не в войну еще попробуй попади. Это была, скорее, завидная вербовка, чем... Это было положение. Но так или иначе, с подачи Мальтуса появляется так, что размножение бедных безусловно вредно государству. Для бедных устраиваются вот эти самые рабочие дома. Их и придумал этот. В общем-то, с его подачи они были внедрены. Работные дома описаны у Диккенса как казармы отдельно мужчины, отдельно женщины. Всяческое ограничение размножения бедняков. Все пособия перестали выдаваться на семьи пропорционально детям. Это отдельно было в законе о бедных отдельно говорено 1818 года. Пособия стали выдаваться мужчине как главе семьи. Преусловие, что он состоит с женщиной в законном браке и не зависит от размера семьи. Бедняк получает пособие, если он не может попасть в рабочий дом по каким-то причинам и так далее. И неважно, 10 у него детей или ни одного. Бедняк получает страховку. Ну, английские страховки это отдельная песня. Это кто читал классический английский детектив поймет, что это гарантированный повод для убийства в семье застраховать жену и убить или застраховать мужа и убить кто кого первое и опять-таки дети туда не вписываются. А пищевые раздачи раздаются опять-таки непропорционально детям. То есть, фактически, именно с Мальтуса началось сокращение бедного населения Лондона сначала, потом крупных английских городов, а потом пришли к тому, что, в общем-то, рождаемость упала по всей Британии достаточно радикально. и Британия стала, в общем-то, наполняться сначала шотландцами и ирландцами, где были свои законы, хотя бы в рамках объединенного королевства, а потом уже и туземцами, как мы сейчас видим, иммигрантами. Это те процессы, которые для Британии запустил Мальтус. И это тут тоже есть. Он это делал из самых благородных пропущений, он считал, что зачем плодить бедняков, он считал, что государство должно поднимать возраст вступления в брак и всячески карать за добрачный секс. Это задача государства. Вот. И это мы сейчас видим, в общем-то. Эти идеи Мальтуса сейчас и работают. То есть у нас сохранились пособия, но так получилось, что в большинстве развитых стран пособия получают на многодетность в общем-то семьи некое иного населения. Так уж это видно. А вот семьи как раз Хартленда, кстати, тоже вот геополитика, и ее отец тоже Мальтус, когда Хрусхофер писал свои работы, он тащил из Мальтуса просто куски и обосновывал работами Мальтуса свои работы о жизненном пространстве, вот этом прислал Лебенсрауме и так далее. Вот. Но и социальная политика современного англо-саксонского, я подчеркну, англо-саксонского мира, целиком английских законов, продавленных Мальтусом. Скромным священником небольшого учебного заведения, живущего в провинции, на очень нищенскую зарплату. Что, конечно, заставляет лично меня задаться вопросом, так ли это в том смысле, что а не был ли он как раз и представителем неких тайных, скрываемых, неафишируемых съемок? Есть такая версия, что сам Томас Роберт Мальтус, который то Томас Мальтус, как священник Томас Роберт в повседневной жизни, но это, понятно, двойное имя, очень удобно. Он был член массы общественных организаций, скромнейший, так сказать, священник, член Британского Королевского Общества, считаю, Академии Наук, Французской Академии Наук, причем приняли его вне очереди, но, правда, уже после, так сказать, падения Наполеона, лондонского статистического общества, а это, по сути дела, финансы и экономика Англии, скромный священник, понимаете, член вот такого элитного клуба, как клуб политической экономии, что такое английские клубы, это не мне рассказывать тут, это, в общем-то, туда просто так человека не берут, провинциала не берут особенно, и невлиятельного человека не берут тоже, ну и до кучи член Петербургской Академии Наук, почетной, причем сразу после коронации Николая I подавления восстания декабристов в 1826 году стал, вот, то есть был ли он рупор некоего клуба, возможно, вот как раз тот самый клуб политической экономии, куда он входил, рупор некоторых джентльменов, то есть это такой коллективный труд, но с другой стороны он вел активную общественную жизнь, выступал с проповедями, преподавал, или он просто надводная часть некой группы, публичная часть, вот, скорее всего, который просто высказывал эти мысли, потому что, ну, прилично провинциальному ученому, такому подчеркнуто скромному, высказывать те мысли, которые будут выглядеть совсем не так, если их выскажет государственный деятель или банкир, ну, в те времена, как бы, когда несколько слов банкира могли обрушить биржу, им приходилось быть крайне осторожными в своих высказываниях, а тут такой идеальный, можно сказать, человек, который идеально способен высказать что угодно и к которому нельзя придраться, он ратует за добродетель, он добродетелен, он ратует за скромность в личной жизни, он скромен в личной жизни и так далее. Ну, вот, я не довел свою фразу до конца, я хотел сказать, да нет, ничего страшного, я говорю, что можно понять некую, может быть, мотивацию вот этих элит, но давайте мы все-таки от прошлого, вы достаточно, мне кажется, хорошо рассказали о масштабе научного исследования Томаса Майтуса, обратимся все-таки ближе к настоящему, вы считаете, что вот, я вопрос задаю, идеология, которая предписывает сокращение населения, выросла из мультузианства, давайте мы все-таки об этом как раз и поподробнее поговорим, какие конкретно меры, как вот вы считаете, были сделаны для того, чтобы препятствовать росту населения, сдерживать, а потом в перспективе сокращать, ну вот в мировом масштабе, вот что бы вы отметили? Я бы отметил следующее. Или может это естественный процесс? Ну, все предполагают, что это естественный процесс, например, вспоминают древний им, где падала рождаемость непрерывно, и он жил только за счет постоянного подвоза приезда провинциалов, расширения прав римского гражданства сначала на там латинских союзников, на Лаций, потом на всю Италию, потом на всю империю, процесс который занял почти 400 лет, но мы уже понимаем, что собственно древних римлян не хватало уже во времена войны с Ганебалом, к моменту войн там Цезаря за власть, их не хватало настолько, что если мы так посмотрим, то большинство римских граждан как бы уже частично по наехе дальше элита Рима, начиная с войск, вообще комплектуется не этнически римлянами, если тот же Аццерон и Помпея не хотя бы потомки римлян, ну или там латинов, близкородственных племен, уже даже не очень относящиеся к Риму, но хотя бы римских граждан, то там вспомнить императоров позднего периода, так там просто откромешенный, вот кого только нет. Мы можем вспомнить, что любой крупный город считался недоступным для размножения, как Паиш, который опять живет только за счет непрерывного приезда туда провинциалов, вот, ну это во многом еще из-за жутких санитарных норм, с другой стороны, допустим, тот же Китай показывает, что не все так плохо, а история Китая, то есть процессы объективные такие есть, проблема в том, что одно дело заметить этот процесс, а другое дело его возглавить, и похоже, что современные элиты таки возглавили этот процесс, процесс строго по заветам Мальдуса, прямых запоетов нет, запоет вызовет всегда отторжение, он вызовет революцию, он вызовет народное, это самое, негодование и так далее, нет, делается просто экономическая ситуация такая, что большая семья становится экономически невыгодной, мы видим современный мир, мы видим, что в нем несколько детей так бьют по экономике семьи, что семья вылетает из среднего класса, или вынуждена оплачивать огромное количество там, то есть должна подняться выше и стремиться зарабатывать, чтобы оплачивать нянек, домохозяйку, там, так далее, так далее, рубля, оплачивать слух для воспитания этих детей, тогда слуги не могут нормально воспитывать своих детей. Мы видим, что при якобы государством декларированной поддержке рождаемости и так далее, экономические условия такие, что один работник в семье не может прокормить семью в современных условиях, должны работать и муж и жена. Мы видим разрушение института семьи в целом, при этом внебрачный ребенок, ребенок воспитываем одним родителем вне семьи, ущемлен хотя бы тем, что ему приходится еще хуже, у него один кормилица и один воспитатель. И вроде как ничего не запрещено. Ну, поднимается возраст, так сказать, согласия, возраст допустимого деторождения. Мы помним, что в Англии конца 18 века 14 лет для девочки это вполне нормальный брачный возраст, а сейчас скоро дойдет, наверное, что в 20 лет это будет считаться педофилией. Но это уже такой небольшой старт. Мы еще заставляем женщину рожать как можно позднее, тогда она родит меньше детей, общество заставляет. Не какие-то законы, общество. Первая рода приходится не на оптимальный репродуктивный возраст 18-20 лет. А в 25-30, в 35-35. Вот, детей падает количество, больше болезней, падает качество. И вроде ничего не запрещено, но вся совокупность косвенных мер происходит к тому, что в современной экономике самые активные деятели вот этой экономики средний класс не размножается. Размножается люмпина, который еще служит прекрасной пугалкой. Если раньше дети росли, допустим, свободно на улице, даже дети среднего класса постоянно гуляли, то сейчас куда ж на улицу, там одни бандиты, педофилы, террористы и так далее. Все зарезнено кругом, одни машины. Ограничивается средний класс и неограниченно высший класс. Стань миллиардером, тогда веди себя как хочешь. У тебя будет шесть детей, или наберешь себе приемных, как Анжелина Джоли, но такое может позволить себе один из тысяч. Вы обращали внимание на то, элита западных стран, например, многодетная или нет? А мы тут видим несколько разных вариантов. Классика добропорядочной англосаксонский летаи должен быть многодетной, не менее таких детей. Сколько было у королевы детей? Не помните? Да не помню, как бы не четверо. По-моему, она многодетная была. Она как раз многодетная. Да, она многодетная. Да, и более это многодетная. Королева Елизавета однозначно многодетная. Принцесса Диана уже нет, но честно пыталась, так как она погибла беременной. Сейчас, в общем-то, из Кэйт Миддлтон, насколько я понимаю, тоже делают идеальную мать. Там двое детей, но это уже много для Англии, где... В общем, смотрим на американских миллионеров, на деятелей американского шоу-бизнеса, там просто обязательно много детей, много разводов и много детей. Вот. Вспомним Кеннеди, который вообще просто был гигантский семейный клан. С другой стороны, элиты некоторых других стран, допустим, скандинавская элита, там многодетность уже не служит признаком принадлежности к элите, поэтому я бы сказал, что это черта англосаксонской модели. Но ты должен стать элитой, тогда ты можешь себе позволить детей. Ты можешь даже брать приемных детей, это нормально, но ты сначала должен стать элитой. Насколько прав был Мальтус? Давайте мы к этому вопросу еще раз вернемся. Вы скользь в начале сказали, а может быть он вовсе не прав. Вот его сначала давайте скажем тезис, я хочу, чтобы вы его озвучили. Ну, главный тезис Мальтуса, то, что он написал, как он написал в 1798 году и дальше стоял на нем до конца, что рост производительности труда, рост урожайности продовольствия, рост тоговых связей, он арифметическая прогрессия. То есть при этом рост населения в невоюющей стране, непотрясенной войнами и бедствами, прогрессия геометрическая. И рано или поздно, как говорится, петля Мальтуса, точка пересечения, когда рождаемость превышает возможности повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и продовольствия начинает не хватать. Дальше идет так называемая ловушка Мальтуса, которая так все любят обсуждать, отдельная прямо страсть, что как только какой-то эфир становится дефицитным, он вызывает ту или иную форму войны. Насколько это подтвердилось? Весь XIX век до Первой и до Второй мировой войны это подтверждал. Не подтвердилось это только с концом XX века, когда выяснилось, что существует предел роста не только производительности труда, не только возможностей промышленности сельского хозяйства, которые, наоборот, после 1970-1985 года, Вторая Зеленая революция, начали возрастать в сказочных темпах. Грубо говоря, сейчас, допустим, в среднем зерновых европейское поле собирает раз в 7-8 больше, чем Мальтус. Чем в XVIII веке? Да, во времена Мальтуса как раз. А население во сколько раз выросло? В общем, население это выросло тоже. В Англии было порядка при Мальтусе 10 в 6 раз. То есть немножечко, да, примерно. Нам удалось избежать европейского голода, Англии удалось даже встать в нулевой баланс по продуктам какое-то время в 90-е годы XX века, когда Англия перестала зависеть от предвоза продовольствия извне, с 66 миллионами человек населения. Вот, этот баланс был соблюден и на этом балансе система зависла. Россия вышла в продуктовый плюс с населением, то, что раньше всегда именно урожайности производитель сельского хозяйства ограничивала, любые попытки в России изменения экономики всегда упирались в производитель сельского хозяйства. Вот, то сейчас они, этот барьер Россия пока, в общем, мы видим, перепрыгнула. теперь это не лимитирует наличие простой пищи, грубо говоря, как раз по мальтусу, хлеб, какое-то количество мяса, какое-то количество молока, этим мы себя точно обеспечиваем. У нас может не хватать какой-то там вычурной пищи, но физическое голодание уже не стоит. В развитых странах, первого, второго и во многих странах третьего мира, физическое голодание, физическое недоедание уже не стоит как проблема. Скорее, наоборот, лишний вес стал проблемой немедленно. Вот. То есть, с одной стороны, мальтус оказался неправ, но неправ он оказался через 150 лет после написания своих. А во времена XIX века, когда мальтузианство изучалось, когда его препарировали буквально, и из-за его работ выводили свои следствия такие титаны мысли, как Чарльз Дарвин, тот же Холсхофер, тот же Карл Марс, как к ним не относись ни к Марсу, ни к Холсхоферу. Вот. В тот момент его учение мальтуса всесильно, потому что, наверное, оно подтверждалось всем. Демография Индии подтверждалась, демография Китая подтверждалась. Единственная страна, которая вылезала за мальтузианский предел... Наверное, Франция? Нет, Соединенные Штаты, потому что площадей много, индейцев перебили, любой крестьянин может получить, приехавший или иммигрант получает рамстед в 160 акров, о чём европейский крестьянин мечтать не мог вот эти все американские фермеры. Конечно, есть вероятность, что тебя убьют бандиты или индейцы, но есть вероятность, что не убьют. И для Соединённых Штатов от Мальтуса Дмитрия Менделеева считали, что основа роста народонаселения в Соединённых Штатах это не своё население, а иммигранты. Соединённые Штаты такой последний рубеж цивилизованного мира, ну как в будущем, допустим, предполагали, что это будет ещё Аргентина или Канада, то есть иммиграция это рубеж, но он рано или поздно кончится. Да, в общем, Соединённые Штаты в 21 или 25 году 1900 решили, что да, всё кончилось и велик вот и на приезд иммигрантов. Ну а сейчас мы знаем, что иммиграция продолжается. Да, но не в таких темпах, не по миллиону человек в год. Я не знаю, у меня вот цифр таких нет, у вас есть? Легальная иммиграция, а вот нелегальная мы сейчас не знаем, общая мы сейчас не знаем, но в общем-то население Соединённых Штатов сейчас не растёт с темпами 2%, то есть когда при 50 миллионах в Соединённых Штатах людей, совсем недавно в 19 веке население Соединённых Штатов было около 50 миллионов человек, в год приезжал миллион. То есть сейчас в год должны приезжать соответственно 7 миллионов в год. 7 миллионов туда не приезжают даже с нелегальными иммигрантами. Рубра мексиканцев столько нет, чтобы все перебежали в Штаты. Да, эту ловушку этого джинна сумели укоротить, загнать бутылку, но загнать через 120 лет после того, как это описал Мальтус. Кстати, когда он писал свою работу в Соединённых Штатах, в этих 13 колониях пунташных, только-только подписавших мир с Великобританией первый из мирных договоров, жило 3,5 миллиона человек. Вот она была Великая Америка Вашингтона, от океана, ну, в общем, до другого конца того же Атлантического океана, пока ещё даже не до Тихого. Вот из такого малого появилось такое многое, от 3,5 миллионов до 350 в 100 раз. Это не Мальтусу такой рост, но это для него был резервуар Европы. Он всю Европу воспринимал как одну цивилизацию. правда, то молчаливо по умолчанию как одну цивилизацию под бдительным и выгодительным руководством англосаксов. В этом отношении, так сказать, не надо питать каких-либо иллюзий. Давайте мы постепенно будем нашу беседу завершать. Но если я вас что-то не спросил, важное, что-то какую-то тему не поднял, связанную с главной темой нашей беседы, пожалуйста, у вас есть возможность сказать об этом. Ну, ещё я хочу сказать следующее. Работа Мальтуса это не только вот сейчас люди размножаться и сожрут все продукты. Прежде всего он не теоретик, он практик. Это работы, которые в общем-то лежат в основе современной социологии. Как и Лебон про Мотопы, как и там, допустим, не знаю, Рикардо и Макс про экономику капитализма, экономики. Томас Роберт Мальтус тоже посвящал огромное влияние. Это о том, как небольшими мерами, аккуратными, неэволюционными ни в коем случае воздействиями изменять общество и управлять обществом. Это социология управления человеческим обществом. И вот через эту призму надо смотреть на его работы. Да, мир сейчас изменился. Мы точно сейчас не будем по какое-то время, пока не сажаем часть ресурсов и не доведёмся ресурсного кризиса, который не способен будет прокормить 7 или 8 миллиардов населения Земли. Мы не будем в рамках мальтузианской ловушки по росту населения. Более того, возможно, взрывная депопуляция, сейчас её уже многим странам предсказывают, что к середине вот 2050-м годам население многих стран сократится. Сколько, кстати, в России будет, как вы думаете? А вот Россия непредсказуема со всеми этими процессами. И мы всё-таки на поколение отстаём от темпов депопуляции, допустим, Англии. Но 115-110 миллионов человек – это низшая и пессимистическая оценка. Так что Россия… Ну, с учётом того, что у нас прибывают мигранты. Без учёта. Без учёта. Без учёта. Да, 115-110 коренных. А количество мигрантов будет зависеть от экономической ситуации и политической ситуации в России. Заметьте, сейчас в России прибавилось почти 8 миллионов человек в текущих политических событиях. Что говорим мы с вами, допустим, когда был научный перевод выполнен работы Холсхофера 2015-й, скажем, год, никто бы предсказать не мог. А в 2005-м даже и подумать об этом. Что присоединят Крым, присоединят это самое. мир меняется. Мир будет меняться, но в рамках вот этой тенденции, с другой стороны, допустим, для какой-нибудь Швеции или Норвегии двукратная депопуляция коренного населения, но просто напрашивается. Финны, самая пессимистичная оценка вообще, что настоящих финнов останется 2,5 миллиона человек. Всё остальное либо мигранты, либо потомки мигрантов, либо потомки смешения мигрантов с финнами. Ну, это надо доверять финским националистам, возможно, они бьют тайвуху. Ну, с другой стороны, в 90-е годы я наблюдал финнов в свободном выпасе по винным магазинам города Санкт-Петербурга. Если так пить, как пили эти Турмава и тогда, мы ещё не знаем, что будет с финским населением через поколение от этого алкорольного трипа. Правые прогнозы аналогичные есть для Китая, что китайское население просядет до 800 миллионов человек, потому что там пока не самая высокая продолжительность жизни, но уже 30... Ну, скажем так, не самая высокая, плюс куча людей, которых нарушено здоровье в период бедного Китая. Китайские старики не блещут здоровьем, особенно пережившие, так сказать, 60-е, 50-е годы XX века. И при этом вот эти последствия одна семья, один ребёнок, они уже сейчас наблюдаются, а дальше будут только нарастать. Возможно, в мальдузианскую ловушку не попадут страны, Африки и Южной Америки, и там население будет стабильным, но это, может быть, мы просто что-то не знаем про эти страны. Возможно, там это будет через поколение два, где популяция Японии также, ну, сами японцы кричат, что это нация пенсионеров уже сейчас и лучше не становится. Обращаю ещё раз внимание, уважаемые зрители, на книгу Томаса Майтуса «Опыт о законе народа-населения». Кому интересна эта книга, может её, кстати, приобрести, ссылка в описании, издана в издательстве «Наша завтра». Я завершаю нашу встречу, нашу беседу, благодарю вас, до свидания. В студии были Фёдор Лисицын, я Денис Каптарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова